Всем привет! Сегодня я впервые попробую записать видео в необычном для себя формате и знаю, станет ли это началом моего видеоблога Видеоблог? В общем, как попрёт Недавно ко мне в руки попала гитара российского производителя Dove И так уж получилось, что мы договорились с её создателем, основателем и главой компании Алланом Дуцовым о том, что я сделал небольшой обзор на неё Так что enjoy it! Выпендрёжник Как этот инструмент вообще попал ко мне в руки? Жил я себе и не тужил И вот недавно на одной из музыкальных тусовок встретился мне канадский инструмент А моя гитара до этого была индоиндийская И я понял, что по сравнению с канадкой она вообще не канает Как выяснилось позже, оказывается, всё дело в материалах, из которых изготовлен инструмент Моя старая гитара была сделана из ламината, а канадские гитары делают из массива дерева И вот это очень сильно влияет на звук Сейчас небольшой лайфхак Дело в том, что в сегменте недорогих гитар производители, как правило, не указывают, что гитары сделаны из ламината На сайте может быть написано, что это красное дерево или ель Но на самом деле это ламинат ели и красного дерева Если они пишут массив, то только тогда это будет массив дерева Ну и здесь стоит оговориться, что гитара из массива не может никак стоить дешевле 15-20 тысяч рублей в зависимости от страны производителя Важно, чтобы хотя бы верхняя дека была из массива дерева, это должна быть ель или кедр Тогда инструмент будет звучать более-менее хорошо, это я узнал тоже на собственном опыте После того, как у меня появилась гитара Yamaha 700 серии Теперь непосредственно по этому инструменту Гитара сделана полностью из массива дерева Верхняя дека ель Нижняя дека и обечайка Клен Гриф-клен Все накладки и в том числе накладка грифа сделаны из палисандра Калки Мне производитель неизвестен, на сайте у DOF указан производитель Но в принципе механика хорошая Гриф регулируется сверху Анкер находится под декоративной накладкой И чтобы к нему получить доступ, нужно открутить все эти три винта Форма гитары Jumbo с вырезом под левую руку Толщина в принципе очень удобная Чуть уменьшена от обычного корпуса дредноута Гриф гитары очень удобный Профиль достаточно узкий При этом ширина у верхнего порожка 45 мм Стандартное исполнение И нижний порожок 58 мм В принципе сам по себе гриф очень удобный Это что-то среднее между классической гитарой и эстрадными гитарами с узкими грифами А-ля Томи Эммануэль Я попросил Алана заузить верхний порожек до 43 мм Он пошел мне на встречу, заузил И мне в принципе удобно играть после этого на верхних ладах Прочти так же, как на электрогитаре При этом ширина струны у нижнего порожка осталась той же Для меня это была небольшая проблема в начале Но сейчас, уже спустя неделю, как я на ней поиграл Я постепенно понимаю, что это в принципе тоже удобно Я думаю, для любого человека, который играл на классической гитаре И на эстрадной гитаре Этот гриф и это расстояние между струнами будет удобным Последственно по качеству изготовления этого инструмента Я могу сказать, что даже придирчивым взглядом сейчас все сделано Именно на этой гитаре очень хорошо все сделано Если прям не придираться со всем мелочам Все устраивает меня в плане эстетики То есть внешне она выглядит очень круто И каких-то заусенцев там ничего такого нету То есть все классно, все, нигде ничего не цепляется, не шумит, не шуршит Если говорить о звуке гитары То тут, конечно, это бескомпромиссно офигенно звучащий инструмент Это лучшая гитара из тех, что я держал в руках Даже сравнивая их с канадскими гитарами Которые мне доводилось слушать в магазинах Или у моих знакомых Эта гитара как минимум не хуже А если учесть фактуру лака на верхней деке Она дает очень классный звук для перкуссионного звучания То есть для ударов Разнообразных шорохов и всего такого То есть гитара для фингерстайла подходит идеально В общем, я могу точно сказать, что извлекать звуки из этого инструмента одно удовольствие В принципе, я уже сказал, что сравнивая с канадскими гитарами он не уступает им Поэтому цена вот этой гитары, конкретно вот этой модели 17 тысяч рублей То есть она выигрывает цене даже у самых дешевых канадских гитар как минимум в два раза Подводя итог этому обзору, нужно сказать, что в любом случае выбирать инструмент вам Решать всё вам Но мой опыт подсказывает мне, что это отличный инструмент с точки зрения соотношения цена-качество Он выигрывает у любой зарубежной гитары, в том числе китайских аналогов Естественно, у гитары из Канады, из Европы Радует то, что есть всегда обратная связь со стороны производителя Потому что всегда можно, если какие-то вопросы или какие-то мелочи обсудить Всегда можно с Ауном или написать им на почту И они всегда отзовутся, ответят Это очень хорошо Ну и на этом, пожалуй, можно заканчивать этот нудный обзор В конце видео я приведу несколько примеров звучания этого инструмента Поэтому заранее прощаюсь с вами Надеюсь, это видео было для кого-то полезным и интересным Всем пока и до скорых встреч на моём канале Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!